Лето, солнце, дети. Набережная Сейпан сегодня была озарена улыбками маленьких непосед и их яркими нарядами. Районный фестиваль национальных костюмов «Этнокультурный центр» проводит уже девятый год подряд. С каждым годом участников становится все больше и больше. Даже в 2020 году, в период пандемии, у нас проходил этот фестиваль в формате онлайн, и у нас участвовали участники из разных муниципалитетов нашего Ханты-Мантийского автономного органа. Детвору поздравили с праздником настоятели храма преподобного Серафима Саровского протеире Георгий и председатель комитета по культуре Татьяна Аксенова. Каких только национальных нарядов не было сегодня представлено. Совсем юные участники умилялись своей непосредственностью, а ребята постарше с гордостью демонстрировали костюмы. Я захотела участвовать в этом конкурсе, чтобы показать свою культуру, как я выгляжу, как разговаривать на нашем языке. Национальный костюм – это зеркало культуры народа. Знать свои корни важно. Эти знания своим сыновьям и дочерям прививают и взрослые наставники, как, например, Юлия Воробьева. Ее детки в русских национальных нарядах. В русских костюмах самым главным символом всегда были узоры, которые женщины вышивали на своих, да и на костюмах своей родни, для того, чтобы оберегать их. На фестивале была широко представлена номинация «Фольклор». Юные участники порадовали публику национальными танцами, песнями и стихотворениями о своем народе. Многие выбрали также номинацию «Национальное блюдо». Участники презентовали свои угощения. Баурсак вообще символизирует счастье и пожелание такое от дочери. Кушайте, баурсак, и будете счастливыми! Блинчики с вареньем, русский каравай, хантыйские пирожки с нельмой и многие другие янства за обе щеки уминала ребятня. И, наконец, была еще одна номинация «Народные игры и игрушки». Фестиваль прошел на одном дыхании. Члены жюри подвели итоги, определив лучшие выступления. Но награждены были все дети. Александр Прискач и Дмитрий Слепенков из Белоярского специально для телекомпании «Югра».